Всем привет дорогие друзья! С вами Катя Расан, он же Дмитрий Лупанов. И сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот двухъядерный старичок и Mango. Сборки 2007 года на процессоре Intel Core 2 Duo E6320. О более подробной характеристики я расскажу чуть позже. Итак, что мы здесь имеем? Материночка у нас на G965 чипсете. К сожалению, модель здесь не могу найти. Но известно точно, что она поддерживает четырехъядерные процессоры. Такой вот старый IDE жесткий диск на 80 гигабайт. Вот. Сидит барракуда. 7200 оборотов. Вот. Три гигабайта оперативной памяти типа DDR2. SATA дисковод. Да, я додумался поставить сюда IDE жесткий диск, но при этом оставил SATA дисковод. Вот. Все это добро было куплено мной плюс-минус там тысяча рублей. Вот. Вместе с корпусом. И блоком питания. Блок питания у нас тут. ДНС на 350 Вт. Вот. С нижним вентилятором. Все чистенько. Пройдута. Почищена от пыли. Где же тут у нас модель материночки-то, а? К сожалению, сейчас не найду. Попробую залезть в AIDA64. Посмотрим там, какая модель у нас. Итак, для любителей поглазеть на циферки. Вот она. Наша материнская плата. AIDA64. Напомню, что это у нас 775 сокет. Так. Intel. Вот тут у нас есть все ссылочки для обновления биоса и так далее и тому подобное. Так. Переходим на вкладку компьютер. Датчики. Смотрим, что у нас по температурам. А температура у нас 34 градуса. Температура процессора. Это под боксовым кулером. Означает, что он вообще ни фига не греется. Даже при вот такой вот надруске. Я напомню, сейчас открыт браузер параллельно и работает YouTube. Так. 1066 МГц. Максимальная частота шины. G965 чипсет. Как я уже и говорил. Память у нас 3 гигабайта. 8 гигабайт. Вот это по-царски. Вот это по-нашему. Можно сюда нафаршировать 8 гигов. И омагад юзер, ты чё крэйзи. Вот. Как-то так. Ну, в общем, как-то так. В принципе, всё остальное показывать не вижу смысла. Где там наш про-царь. Вот он наш процессор. Intel Core 2 Duo E63 20. 1.8 гигагерца. Ну, такой себе проц. В принципе, неплохой. YouTube вытягивает на ура просто. К сожалению, в игрушках сегодня тестировать мы его не будем. Потому что, как вы все успели заметить, у него отсутствует видеокарта. То бишь, он сейчас работает на встройке. Для наглядности я сейчас вам это покажу. Вот. Семейство наборов микросхем Intel R965. Вот. К сожалению, сейчас с видеокартами полная беда. Как на авторичке, так и в мулязинах. Цены на них просто бешеные. Вот. Попробуем протестировать его с помощью моего канала. Вот я и драйв на баяне. Смотрим, какое качество у нас выставлено. По дефолту 720p 60fps. Ну, в принципе, нормально. Иногда, правда, бывает выпадение кадров. Процессор долбится в соточку. Ну, почти всегда. Да. Загружено 100%. Притом оперативки откушивается всего 1,2 гигабайта. Вот, разрешение поменялось. 480p. Ну, как-то так. 720p 60fps. Конечно, будет трудновато на нем смотреть. Я сейчас поищу видео, где у меня обычный 1080p, не 60 кадров в секунду. Вот, кажется. И все равно он по умолчанию выставляет 720p. Ну-ка, попробуем 1080p. Ну, такое. Есть выпадение кадров. В принципе, YouTube можно на нем смотреть. Я напомню, это у нас обычный 1080p. Не 60fps и не 50, а такая бодренькая 30. Конечно, печаль беда, что он без видеокарты, но такие настали у нас времена. Что даже на вторичке ничего годного не найдешь. А затычку ставить сюда смысла вообще нет никакого при наличии в стройке. Ну, вот как-то так. Всем пока, ребятки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И если кто захочет, я могу сделать обзор на свой компьютер, на котором я монтирую видео, играю в игры и прочее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok